всех вас приветствую мотобратья значит сегодня познавательно будет видео посвященное отечественным карбюратором производителя пекар к 68 у которые вам естественно всем знакомы на своего волка я поставил их вместо японских кэхинов кэхи на мне не очень понравились а совсем разонравились мне они тогда когда мотоцикл исполнилось ну где-то 15 лет то есть они перестали просто почему-то настраиваться мотоцикл с ними перестал по-нормальному ездить и немножко с ними помучился потом плюнул и купил вот эти к 68 но известна такая история что когда волки поставлялись в америку там аж не байкеры просили прислать им именно вот эти карбюраторы от кэхинов они избавлялись вот то есть ну здесь если грамотно их настроить вот эти вот к 68 карбы вполне себе замечательно то динамика у мотоцикла будет лучше чем на кэхинах и провалов не будет главное просто потрудиться и произвести настройку ну а потом все залить фиксатором резьбы чтобы настройки вас не сбились так вот сегодня я буду рассказывать про распространенные проблемы этих карбов в общем суть в чем заклинивание дросселя может быть на этих карбюраторах цилиндрическая который внутри там вот ходит приводится тросиком и заклинивание обогатителя я думаю сталкивались с этой проблемой очень многие владельцы этих карбюраторов пока карбы новые они ходят когда начинают когда время когда проходит то соответственно появляются вот такие вот проблемы сегодня расскажу как с этим справиться вы уже наверно увидели что у меня здесь такие от резиночки стоят то есть штатная плотнители здесь вот такие вот со временем они рассыхаются вот видите они все в трещинах то есть из-за неплотности начинают поступать туда вода песок и так далее и и в какой-то момент дроссель у вас просто заклинит когда песочек попадет между корпусом карбюратора и вот этим как раз цилиндрическим дросселем в общем вот так вот делаете эти выкидываете и кусочек вот такого шланга просто натягиваете все у вас будет очень хорошо вот эти вот ребрышки только придется немножечко подрезать ну что посильнее можно было натянуть резинку все проблема уходит навсегда что касается обогатители здесь проблема аналогичная вот эти вот колечки также точно рассыхаются да они изначально то не очень хорошее уплотнение обеспечивает здесь зазор между вот этим стержнем даже на камеру видно там есть зазор то есть понятно что вы проехали в дождь по пыльной дороге по какой-то там допустим из-под машин грязь летит из-под фур и соответственно потихонечку туда все это попадает и в один прекрасный момент вы обнаруживаете что подсос вам не вытащить он заклинил или обратно вам его не опустить то есть в этом случае вас просто начинает дико обогатить смесь карбюратора вот и все ну здесь рассказал сейчас расскажу как справиться вот с этим давайте тогда извлекать будем обогатители и посмотрите что я придумал потребуется ключик на 13 но я тут уже все почистил все помыл и в общем то я уже их извлекал отсюда богатители смотрите вот они так вот выглядят выполнено все достаточно качественно резиночка порядке канал я прочистил вот этот вот продул был небольшой осадочек мелкого песочка по плавковой камере в отстойнике я тоже все слил естественно это надо делать вот попадает он как раз вот через вот этот вот шток через вот эту вот неплотность туда потихонечку попадает мелкий мелкий песочек вот так все значит богатитель извлечен ну и теперь надо его разобрать делается это элементарно так вот пачок резиновый сдергивается здесь стопор стоит стопор мы так вот двигаем вот он у нас вылез ну и соответственно мы его извлекаем все теперь можно разобрать обогатитель таким вот образом пружинку отжимаем вот этот вот золотничок снимаем пружину и извлекаем шток вот он у нас а вот это колечко выкидываем она нам больше не пригодится все ну его нафиг теперь смотрите что я буду делать купил я вот такие вот болты натяжители ручника автомобильные и на них есть вот такие вот пыльнички гофрированная которые по таким вот грубым прикидкам должны подойти как раз в аккурат сюда вот на вот этот вот шток и обеспечить герметичность отдельно они тоже продаются но я не нашел поэтому купил с болтами как говорится в хозяйстве все пригодится то есть железо лишним не бывает сейчас я снимаю эти пыльники и будем пытаться их колхозить вот сюда вот герметизировать эту систему купил также таких вот хомутов с помощью с помощью их попробуем зафиксировать это все вот тут вот на этой гайке что будем пробовать раскручиваем всю эту систему и снимаем пыльник аккуратно по резьбе его тут не покоцать вот так вот у нас пыльничек берем шток и прикидываем ну да налезает он сюда вот идеально просто идеально вот здесь здесь все плотно здесь герметизация вот никакая дополнительно не потребуется теперь будем смотреть что нам делать вот с этим вот ну а здесь да здесь придется применить хомутик скорее всего хотя не факт не факт может быть даже просто так вот все это будет работать с проверим чем чтобы это все выглядело не колхозным я принял решение что лишнее обрежу и вот вот это вот гофра она своей внутренней частью как раз идеально ложится туда куда крепился штатный резиновый колпачок здесь мы просто устанавливаем хомутик а вот здесь вот вот здесь вот просто отрезаем принципе хомутик хомут можно не ставить то есть грязь то туда задуваться не не будет так особо общем обрезал вот так вот вот такая вот часть осталась вот так оставлю вот это будет закручиваться то есть будет прилегать корпусу карбюратора Кстати, работает классно, видите, так вот, раз, это рабочее положение, а это вот подсос, то есть вообще аккурат, в идеале все это. Так вот выглядит собранный обогатитель, смазал герметиком на всякий случай, чтобы все было надежнее. Сейчас поставлю, покажу готовый результат. В общем, вот, решил никакие хомуты не ставить сюда, потому что и так все работает вообще идеально. Вот, пожалуйста, чик, чик, все, держится вообще без проблем, без всяких. И вот здесь вот, в принципе, герметизация достаточная. Сейчас я вам покажу, что там происходит. Вот, вот так вот получается, то есть вот эта часть, она как бы обжимает. Эту гайку, ну и понятно, что ничего туда не проникнет уже. Вот, и вот здесь вот прилегает достаточно плотно. Короче, я думаю, что этого будет достаточно. Я так оставляю это все, не буду ничего лишнего городить. Было красиво. И качественно. Вот. Сейчас с той стороны все установлю. Будем испытывать. Пока я все собирал, успел пройти небольшой дождик. В общем, вот оно все работает. Ну, сейчас будем испытывать. Поднимаем отсосы. Так, здесь тоже. Раз. У нас четко срабатывает. И будем запускать. Стартер у меня ликвидирован. То есть я из волка сделал боббер такой, все лишнее мясо с него убрал. Поставил маленький аккумулятор. И, короче, в этом виде мне это все очень нравится. Запускаем. Продолжение следует. Продолжение следует. Ну вот. Все прошло удачно. Пусть прогревается и прокачусь. Вот так вот, ребята, делайте. И будут у вас эти карбюраторы не хуже импортных. Все проблемы решаются просто. Ну, а я на этом заканчиваю. Короче, всем пока. До новых встреч на канале. Субтитры сделал DimaTorzok